собрали мы с анечкой палатку в лесу выставились поставили затопили покажу на камеру как я достаю это лезет в лунку вот это да красавица щучка джекпот джекпот это реально джекпот и 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 тестировать, потом я про нее все расскажу. Как она доехала? Давай бегай, бегай, мороз пальцы ждет. Въезда замерзает и мы отчаливаем тайгу. Ух, морозяка! Выбирайся, нам еще ехать тридцаточку, вот по таким по пояс по пояс. Круто! Ну что, 5 секунд передохнули, согрелись и поехали дальше, вперед в тайгу на отдых. Приехали, налаживаем быт потихонечку. Очень холодно, собака трясется. Холодный металл, ледяной руки обжигай. Возьми теперь погрейся, от трубу. Ага, как будто, знаешь, как будто горячая она, и я руки обжег, только холод. Фу, 29 вообще серьезная тема. Не советуем никому в тайгу ездить без разрешения родителей. Собрали мы с Анечкой палатку в лесу, выставили, поставили, затопили, речек греется, немножко расчистили снега и собираемся идти выставлять жерлицы. С собой мы берем дугул, как обычно, треногу, жерлицы, жевцов, шнек и волокуши. Ну и хорошее позитивное настроение. Ну и самое главное, рыбачка. Хорошее настроение. Хорошее настроение. Рыбачка идет на рыбачку. Берем наш любимый дугул и вставляем его. Закручиваем крепко. Первая лунка, первая лунка, первая лунка. Давайте здесь. Пошли налеги. Вот только налеги. Сейчас Анечка показывает мастер-класс по одеванию жерца. Приехали. Приехали. И она опять раздета, потому что на улице, на улице такая теплопища. Несмотря на то, что на улице 29, да, но может пускай 25. Но ветра нету, ощущения. Ну и плюс работаем. Вот это вот ходить, коптать, да. Пока она выбирает. А ночью она прут желтая. То есть вот у нас такая вот сапропель. Озера у нас все с желтой водой. Поэтому здесь вот мы на Леймов илое. Анечка достает живца. Ой, жерлицу. Желтую леску. Своим любимым маникюром. Ребина приличная. Это, наверное, три. Я так думаю. А то все четыре. Флажок отгибай. Да, подожди. Раз, два, три. Так. И сейчас она. Вот. Такая вот у нас глубина. Три? Да, метра три. Три-четыре. Вот так где-то. Озеро фактически бездонное в середине. Сейчас берет живца. Живец у нас сегодня отменный. Беленький. Маленький сильно большой. Посмотрим. Куда вы его тут вдеваете? Я люблю подплавничок. Не сильно глубоко заводить. Отлично. И отправляем на рыбалочку. Ну все. Приведи нам рыбу большой. Да. Скажи, что здесь щуку раздают. Большая самая вкусная рыбка. Не знаю, как у кого, в каком регионе. А у нас свыше трех килограмм это самая вкусная рыба. Все. Жилица плотно ставь, чтобы ее не сбило. Ну вот так вот мы и ставим. Зарубки. Вот все. Она плотненько ставит. Ждем поклевки. Снегу навалило. Ох. Да это. Еще и просто обалдеть. Ох. Держит. Держит. Надолго ли? Держит. Я колдун. Я мах. Ядрен бау-батон. А ты по-пластунски. По-пластунски? Да я. По-пластунски. Давай, давай. Я уже попробовала. Так и лучше. Лишь меньше проваливаешься. Конечно. Так, мы что там за рыбалкой или куда мы вообще пошли? По грибы. А, по грибы точно. Фас. Вот мы нашли. Сколько тут снега. Ох. По пояс. Так лучше всего ползать. Так лучше всего ползать. По-пластунски дарю бесплатный лайфхак. Да, это бесплатный лайфхак. Если вы хотите ползти по высокому снегу, ползите. Вот. Вот она уже совсем дохлая. Анька сильная. Сушняк. Притащу досек. Ну-ну, мы посмотрим, как ты. Малежина и посложнее будет. Не так быстро. По-пластунски ее просто пропихивай. Нет. Сейчас. Так. Ой, фу. Умалилась. Ну да. Смотри, на тепло-то надо. У нас брикеты, конечно. Но брикеты тоже надо растапливать. А это вот она, гнилая. Ой. Ну, слушай, по пояс проваливаешься даже. Ты только не утони. Ага. Ты только не утони в самом снегу. Что я там бросал? Он меня... Ой, ну качаешься. Вот это отдых. Очень снежная сила. Вот это отдых. Так ты и палку-то возьми. Да, да, сейчас. Ее уже надо будет так вот тащить. О, друзья, я сделала сегодня быть тепло. Это точно. Отлично. Класс. Так что все-таки по-пластунски это удобно. Да. Давай, Аннушка, выбирайся с тайги. Такси! Плачу три счетчика! Давай шустрее! Такси! Четчик капает. Так да я отсюда, чтоб забрали. Обалдеть! Вот это пропахали толпу. Ой, целую тропу. Такси! Покажи такси! Там туристик тысяча двести. Говорят, сто тридцать пять лошадиных сил. А вот наше такси. Вот так вот мы и ползаем за дролишкой. Дролишкой. О, девка голосует. Куда ехать? Давай в палатку вызву. А, ну сейчас без вопросов. О, красавица! Привет! А че ты тут стоишь в лесу одна? Тебе случайно и в палатку? Садись, довезу. Ну, по прямке километра три-четыре. Ай да! Повела дома картошку в мандирах. Потом у нас был такой гусик-гусик. Я его обрезала. Вот такие на меленькие кусочки. Хорошенько обжарила с луком. Сейчас вам покажу. Не замерзла? Блин, да. Ну, конечно, замерзла что-то. В смысле замерзла? Серьезно? Не сломай. Ты в этих сидишь? Нет, я имею в виду. Гусик не замерз. Гусик тоже замерз. Тоже замерз? Прям. Вот такая гусика. Вот такая гусика. Ага, минус двадцать пять. Сейчас это нагреть надо, да? Перемешать с картошечкой? Да. И будет очень... Прямо вообще... Деликатес. Вот у нас сегодня... Новое блюдо. Новое блюдо. У нас дровница полная. Печка греет. О, наш песик Ричи обязательно с нами на рыбалочке. Вот сейчас мы... Да, стареет. Стареет, дорога наша. Да, друг? Стареет. Живцы с нами. Так, мы благоустроились. У нас вечерний мацион, прием пищи. А потом пойдем пожертвовать. Вот. Рыбки в анабиозе. Абиозе? Ну конечно минус двадцать девять. А я им еще снега засыпал. А, ну у тебя же есть новый аэратор. Ты покажи? Аэратор есть, да. А ты показывал? Нет, не показывал. Ну штука классная. Покажу завтра. Пока что. По светлому. Пока что классная. Так, ну что, нам столько хватит? Хватит, хватит. Так, хватит, хватит. Он так очень сыпный. А потом пойдем, подговорим друг у друга проснуться, возьмем ложку и пойдем проверять жерлицы. Тишню надо сегодня взять, потому что очень холодно. Пойдем проверять свои жерлицы. И всегда свои проверяем. И всегда свою еду кушаем. Уболтали мы друг с другом, потому что ночью... Хочется спать, а надо эти жерлицы проверять. Поэтому уговариваем друг друга. Ну вставай, ну вставай. Ну вставай, пошли проверять. Ладненько. Перчатка отпад. Главное вкусно, питательно. И сибиряк не тот, кто мерзнет, а кто тепло одевается. Пусть и с дырками. Судя по тому, что вы босиком, это точно. Да-да-да. Да, Ричка. Вот такие вот дела. Видите? 300 одежек, ни одной застежки. Рича, да? Ой, друзья. Вальдемар. Ужин просто. Вообще высший пилотаж. Гусик жареный с картошечкой в мандирах. Ммм. Ням-ням-ням. Вау, вообще. Гусика. Выглядит аппетитно. Да. Нарезаю гуся небольшими кусочками. Обжариваю вместе с луком. Вот. И, в принципе, потом добавляю картошку. Ну, в любой удобный момент. Отлично. Отлично. В палатке, да, в походе. И не только. А на рыбалке. А дома как сытно. Ой, вообще. Приятного аппетита. Ну что, у нас завершающий флажочек. Мы решили его проверить. Посмотреть, что здесь у нас есть. Подолбить. Сейчас. Отключи еще. Ах. На завершающий флажочек. Что-нибудь поймается. Опа. Не понял. Что за фигня? Что за фигня? Что за фигня? Что за ерунда такая? Живец такой синий что ли. О. О. Ух ты. Ух ты. Вот это да. Ха-ха-ха. Вот это да. Та-да. Первый красавчик. На Лим, оказывается, сидел. Вот такой вот. Ну что ж. Поздравляю. Поздравляю. Поздравляю с первым на Лимом. Блин. И на завершающий. Такой килограммчика полтора. С почином. С почином. С почином. С почином. С почином. С почином. Вот у нас утро наступило. В двух словах хотел рассказать о том, как выживают наши живцы в бочке. Поздравляю. Где-то там они все красуются. Вот. Но. Решил я не таскать нынче воду слишком далеко на другом озере. И приобрели мы вот такой вот аэратор. Он на USB проводе подзаряжается. То есть можно спокойно вот пауэрбанка зарядить. Вот. Но единственное, что это абсолютно такая же китайская вещь. Вот. Которая, по-моему, всё делается в Китае. Протестировав его, его хватает всего лишь на одну ночь. То есть вот я вчера в 7 часов вечера поставил. Сегодня в 7 часов вечера он закончился заряд. Поэтому нужно заряжать заново. Вот. Все две сотни живцов, которые были нами привезены, ещё все живые. То есть вот нету подержа. Вот. Такой аппарат стоит недорого. Это вот я через Алиэкспресс его заказывал. Стоит он всего лишь 630 рублей. Доставка была две недели. Ну, я думаю, для тех рыбаков, кто едет в тайгу, порыбачить надолго и хочет сохранить живцов, я думаю, это очень хорошее подспорье. То есть все живцы живые. Так что это очень главное на рыбалке. Что я тебе флажил? Флажки прям на ходу. Смотри, как вмотает. Можно просто? Вмотал, смотри. Убегает куда-то. Круто. Надо же. Интересненько. Ну смотри, не подстыло особо. Ага. Интересненько мотает. Я думала, пишнёй надо будет. Что, пробуй посмотреть? Что? Щадит. Щадит. Щада, подожди, шагубки чуть-чуть. Ага, гранечка. Ветер, конечно, задувает с этой стороны. Снег идёт. Снег идёт. Так. Ну давай. Щука. Щука? Нет, налим. Налим. Опа-ля. Ой, какой. Вот это налим. Это налим. Дневной. Или ночной. Он даже не проглотил полностью. Не проглотил? Ага. А как сильно тянул, молодец. Да мы его накидали. Ну вот, налим. Видит риски. Ой, даже живца на месте оставил. Да, я тебе говорю, что живец. Даже живца оставил. Он, конечно, здорово пожелал. Но достать можно будет, наверное, легко. Налимы нынче пошли. Хорошо. Вы довольны? Довольно. А что не? Ну, конечно, у нас обеденный моцион принятия пищи. И желательно с пальчиков Аннушки. Что ж по-другому мы есть не можем. Там вкусняшки с мясцом. Обеденное пробуждение. Случайно вышел на улицу, глянул на озеро. Смотрю, а у нас жерлица сработала. Вот. А поставили только сегодня. Поставил. Да, поставил. Беру семейство. Идем проверять. Вдруг нам повезет. И мы поймаем джекпот. Джекпот дело такое. Да, вот мы тут сегодня рыли. Бурили, бурили. Первую лунку я пробурил. Попал вон в ракуш. В общем, не туда. Потом пошел дальше, дальше. Искал свал. Вот я его тут нашел. Сейчас посмотрим. При штучке я поставил. Сейчас мы глянем, глянем, глянем. Прям любопытно. Ох, размотал это все. Я вижу, да, размотка. Ну да, Ванечка, я тебе доверяю. Мне? Да. Ну давай. Крючок бы взяла. Твоя рыба. Крючок бы взяла сразу. О, вижу. Ну давай. Я. Нет. Нет. Пробуй, пробуй. Нету, нету. А, ну ты думаешь тут много этой самой? Да. Ну я подсекла, нету. Ну, значит бежал. Бежал, бежал. Нынче очень необычно украсил мороз, снег, метель деревья. Прям так красиво-красиво. Легкий ветер дует, но все равно красиво. Анечка несет жерлицу. Сейчас мы поставим еще одну дополнительно. И мопс рыбак наш хвостиком везде. Второй день отдыха в тайге. Время проверять жерлицы на наличие живца. Ходим каждые 2-3 часа. Поднимаем, потому что окна бывает сбивает. Сидит, да? Нормально. Так, Анечка. Проверяет жерлицы. Я, в принципе, могу даже не до конца их вытаскивать. Можно определить с точностью 99,9% если там жерлицы. Наживка. Да. Ну давай, Рич, вперед. Вперед, вперед. Так мы ходим, бродим. Прежде чем рыба попадет на стол, нужно сделать кучу мероприятий. Только я хотел заходить в палатку, а кинул взглядом. Смотрю, жерлица сработала. Ну, думаю, все. Это наше. Бежим. Бегом, бегом. Давайте, давайте. Жерлица сработала. Бегом, бегом. Ко мне, ко мне. Бежим, бежим. Ой, единственная радость. Точнее, не единственная. Размоточка полная. Да-да-да. Давай, это твой флажок. не 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 давай я да ты бери сразу ложку крючок бери ложку бери крючок и ложку не умничай так что мотать хочет потекай есть еще еще ты чё е-мое какой налим налим на ли мище вот этот красавчик джек-пот вот это это джек-пот джек-пот обалдеть дневной дневной сутки не было клёво слушай вообще красота хорошая рыбка вот пришел красавчик да вообще не то слово даже даже эмоции не перебарщивать с какой части какой части начинать есть ну положи его туда положи на землю с умиротворенными лицами мы смотрим потолок вечерний отдых нет телевизора нет интернета нету радио есть только отдых тайга и лампочка еще у нас шумит аэратор для рыбок и рыбки там кайфуют где-то там под кроватью дрыхнет мопс как-то так отдых лучше чем дома на диване печка греет дровишки труба течет вверху чуни сушатся чуни лампочки фонарики одежда все что все что промокло за целый день то и сушим тер бушует сейчас все шапки деревьев подбивает качает он там ух сыпется как снег ну а мы продолжаем жить в тайге как красиво веткам так тяжело всю ночь вон та огромная ветка упала такой треск был думал медведь свалился с дерева ветка свалилась под тяжестью снега такие шапки снега ох 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 ну а мы собираемся съездить с анечкой на рыбалку попробовать второй раз окуня половить давай 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 карапуз здрасте здрасте одеваемся одеваемся ну что друзья вот вам настоящая тайга снега по пояс вы видели как мы ездили ой как мы ходили каких следов нету одни направления все перенело за вчерашнюю метель нам куда-то туда и куда-то налево и 2 и 2 что-то различимое в падинке сейчас поедем посмотрим попробуем найти проехали мы метров километров уже 10 в поисках рыбы окуня порыбачить далеко от палатки уехали вглубь дайте поехали дальше экспериментировать будем сейчас врубил дрозда и вперед ну вот вместо того чтобы тихо снять ну держи давай там наверно наверно Привез я Анечку На рыбалку На окуньков потаскать Так, ну вот мы Грубо говоря отъехали 10 километров Показываю какая здесь вода у нас Здесь прозрачная Как слеза И вот Анечка уже таскает Окуньков сели Мы только начали, она первого закинула И на свою самоделочку Дергает Окуньков Покажем каких мы крокодильчиков Поймаем Тащит, нет не тащит Рыбачи на среднюю Уралочку, даже на малую Уралочку Сейчас я вам покажу, сейчас глубину Смерю, глубина приличная Метра 3 Я думаю Берем искусственный Червячок Красненький А вообще лучше еще нам глазик Ну да, сейчас глазик Вон там Окушок есть Я троих отпустила Мелких Вон Ну да, снасти Как всегда Все дубовые Ну ждем крокодильцев Да, вот это Видите Средняя Уралочка Ну это Маленький Акушок Так что я буквально отпускаю подрастать Вот глазик сейчас одену Леска в принципе не сильно толстая Если большой Конечно Сложно Будет остыщить Ну Аккуратно Понял Рыбачим Здрасте Приехали На озеро И тут Короче Пулеметный Мелкий Окунек Мы такого Отпускаем Вот Очень Ждем Крупного Окуня Но вот Эта лунка Оказалась Волшебной Сейчас вот Смотрите Глубина 3 метра Опускаешь Она там еле-еле до дна дошла И уже можно считать Поклевка Ветер очень сильный И оттепель у нас Ох вот он Я даже варежки не одеваю Потому что Что-то прям совсем Спортивные экземпляры Полосатенькие Опускай Наеростайка сейчас Меленьких подошла Потом как правило Идет крупный Окунь Берем Не меньше Ну Грамм 300-400 Вот это Наверное Самый Такой мелкий Сейчас посмотрим Если что Придется Менять Дислокацию Потому что Тоже Мелочь Неохота Неохота Брать Ну вот Меленький прошел Может быть Сейчас покрупнее Пауза такая Хорошо Что пауза Тоже опять Мелковат Мелковат Вот Варнишка Мелковат Конечно Видите Длинный Спортивный Окунь Здесь Малая Слабая Кормовая База Вон Видите Какой он Мальчишка Длинный Длинный Тут даже И девочки Тоже Длинные Может быть Озеро Прострелено Было Поэтому Вот они Вот такие Вот Длинные Но В общем Особенность Или Разновидность Вот такого Вот у нас Окушка Так Вот у нас Сегодня уловчик Мы поздно Выехали Правда Мы нашли место Где Добавятся Хорошие Такие Красавчики И Анечка Там Пытается Обогнать Меня У этого Большого Я пойму Ух Хорошо Он меня Потаскал Вот приехали С дальнего озера Где Акуни Только что Таскали Вот Вернулись А у нас Такой Презент Ну да Рича Пометить Надо Этот Презент Есть Да Отсекай Походу Щука Походу Щука Красавица Поликарбон На мои новые поводки Это покрупнее Чем утром Отлично 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 Пойдем проверять Значит Там флажок Там флажок Отлетел А ну-ка Пошли туда Быстренько Походу Тоже Размоталась Смотри Флажок Валяется И размотка А ну-ка Есть Есть да Есть да О Давай я сейчас Пробью А блин Бегать Сюда За фигней Сейчас Стой Стой Натяг Вот Друзья Смотрите Все полностью Забито Промерзло Сейчас Даже не знаю Отлично Мы приехали Да Так Анечка Ой Ёлы-палы Реча Уйди Уйди Реченька Вот это Что-то Серьезное Пытается Да Такое же Пытается О да Не Побольше Побольше Под жабру Чтобы Есть Вот Вот Это Вот Это Да Красавица Вот Она Вау Вот Это Уже Хорошенько Да Ну Вот И щучки Пошли И щучки Пошли И опять Тебе Везет Спасибо Опять Ты Вытащила Трофейчика Смотри Какая Темная Вообще Да Такая Красивая Красиво Темненькая Вся Ну что Мулька Взялась Тоже Едва Едва Вот Только Только У нее Ход Начинается Да Сейчас Мы проверим У этой Какие Зубы Ну что Поздравляю Ура Мы думали Мы за наливами Приехали А мы даже За щучек Сейчас Половим Вон видите Как рыба Меняет Все зубки Да У нее зубы Буквально Вот Со дня на день Вылезли Вот они Еще все Такие Нежненькие Да Они вон Еще В этой В десенках В десенках Да В десенках Вон видишь Она Вот Только Только Сейчас У нее Ход Начнется Меленькие Вот Тут Уже Ничего А вот Которые Зубы Сегодня Завтра Вот Сегодня Это Третья Красотка Вот Видите Все Вон Мы Что Ну Проверили И Видим Впереди Нас Стоит Ждет Два Флажочка И В этот Раз Очередь Моя Проверять Анечка Дает Мне честь Опять Дернула Ну да Вот Такое Наверное Тут Явно Нету Трофея Вон Какая Борода Да Трудно Время 15.41 Ближется К вечеру У нас Снег Мороза Нету Но Сильный Ветер Поделили Флажки Кто что Будет Доставать Сидит Сидит Ух ты Как Хорошо Сидит Главное Чтобы не пришлось Супер За Щучка Красоточка Вот такая Вот такая Друзья Ух Поменьше Конечно Но очень Приятненько Джекпот Джекпот В глухозимье Ну одна Вообще Пустая Вторая С щучкой Вообще Классненько Глухозимье Нас Радует Хорошая Глухозимья Нет Хороший Джекпот Ты неправильно Говоришь Ну Джекпот Когда будет Выше Пятеры А он Будет Не сегодня А завтра Мы верим В это Мы проехали В тайгу Почти 80 километров По Глуби Это ж Ёшкин кот А до Глуби Сколько 120 Ну так ты и говори 200 километров Сразу суммируй Не в городе Рыбачу До города Еще Блин Километров Сколько там 120 Ой-ой-ой Это хорошо Так третий день Сидишь Отсюда Не вылазишь И думаешь Ну так бы и сидел Зачем я домой Поеду Вот Сейчас как представишь После этой метели Обратно пробираться Ооо Это ж вообще Будет просто Понимаешь Ну доставай Да Сейчас Я рыба Что, сильно далеко она забрала? Да нет, она недалеко Вот она Ну вот Ну сейчас мы ее тут раскроем Зауз зацепилась Мы тут такие сушесмелые Тащ Ну смотри Буквально поводок Еще чуть-чуть Смотри Ой-ой-ой Нет, мне кажется Обмотка Обмотка, да И вот тросик остался Буквально незначительный То есть еще чуть-чуть Ты не вижу, курючок Ну ладно Это же я вижу в камеру Теперь я вижу Отлично Ну уже поводок Можно сказать На границ Замены Сейчас мы Быстренько поменяем Жилца Что у нас тут Хорошенький Жилец Нужен нам И Есть там желающие Вообще Да, да, да На крючок Покажи Есть Давай Так, вот так вот Мы его Под половничок Оп Главное не проткнуть Позвоночник Иначе Сразу убьешь рыбку С учетом грузика И длины Вы счастливы? Идем проверять дальше Вы счастливы? Счастливы Да, у нас Был хороший поклев Анечка сегодня Вытащила Троих Одну утром Две Сейчас Красавцев Ну и мне тоже досталось Что досталось? Джекпот Джекпот, да Что досталось Ну пошли Пойдем Сама лучшая игрушка Для Ричи Это Понырять в сугробы Ведь в сугробах Это истинное наслаждение Для песика Чтоб он устал Наигрался Такой Как танк Ползет И ну Идет Молодец Ну и продвигаемся Обеденная у нас проверочка Вот Смотрим В конце Вообще там в конце В конце флажок стоит Боком Его бы и так И не заметили Сейчас Делаем проверку На наличие живцов Есть, нету Да, да Нет, нет Идем в палатку Греться Гулять Сегодня прекрасный Такой классный Классный день Сегодня суп Сейчас будем делать Да, до обеда Метелька была А сейчас Тишина Солнце Светит Можно и погулять И поиграться И снежки И снежки Поебаловаться Что это? Сейчас Смотри Веревку Еще вытащим Аня Так Ну вот Мы проверили Наши жерлицы Стоит Самый завершающий Одинокий флажок Двигаемся По направлению К нему В надежде Что будет Там джекпот Блин Хоть чем-то Порадует нас За весь день Так И тут Жрец на месте Ну давай Да Ты тоже Давайте посмотрим Порыбачим Порыбачим Нет Неполно Размотки нету Никого Не порадовало нас Друзья Подошел я Проверить жерлицу Ну пробить Прочистить Лед Посмотрю Та она Очень тяжело Подымается Прям вообще Ну как тяжело Относительно Тяжело Прям вот Сейчас вот Руками Перебираю Идет Налимчик Сидит Рукой нету Рукой одной Буду Все это делать Потому что Танечка Треногу Забрала И вот Он Такой Красавчик Сопротивляется Сопротивляется Может даже Щучка Не Налимчик Смотрите Какой Налимчик Хвостом Видите Лезет Хвостом Лезет Вот Такой Налимчик У нас Красавчик Дневной Отлично Чуть-чуть Взял Недавно Захватил Еще не успел Вон Крючочек Ти 2,2 Такой Килограммчика На 2 Ну вот Супер Да Ночь Аналим Хищник Ночной Снега Навалило Мама Дорогая Вот Идем Василь Посвети Вон Заснеженная Луночка Так Сейчас ее Побьем Вот сколько Насыпала Ой, болен Чуть не вранила Плажок Вот Хитрая Поклевка Хитрая Наш Джекпот 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 Так Трещит леска Вот Такой Вот У нас Первый Джекпот На Третьей Жерлице Привет Госна Олим Ой, слушай Чистенький Какой Еще по яме Не успел Полазить Смотри Это точно Ну что Привет Печенка Вот так Мы решили Прогуляться По своим Жерлицам Нет Привет Печенка Привет Печенка Привет Друзья Все Друзья Прибыли мы На место У нас Небольшой Морозик Я На камеру Не смотрю Вот Короче Это все Что удалось Мне Отвыть Наконец Мы Беспешил Пошли Мы решили Что Нифига Не будет Как обычно Да Как обычно В общем Вот Смотрите Ну и вот Красота Какая Чувствуется Тяжесть Да Какая-то Красота Ну Налим Смотри Возьмай Сюда Стихи Будем пугать Светом Желтая леска Любимая Но Хорош Хорош Мальчишка Ух ты Хорош Мальчишка Вот это Вот это Хорош Тихо 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 Взяла Давай Кому сейчас Бежать На лимне Лезет в лунку Кому бежать Он хвостом Зараза Идет Ты не знаешь Ох ты Монстр Главное Его теперь обратно Не отпустить О Пошли Крупники Крупняк Пошел Пошли Крупники Отлично Да Подожди Ты Давай Куси Ей Палец Я Палец Я Палец А тут снега полно, там очень много снега. Вот так по-пластунски передвигаться, а ты Ричика, научи так же по-пластунски. Он за тобой. В 130 километрах от цивилизации мы нам делили такую сказку. В этой сказке мы рыбачим, отдыхаем и живем 6 дней. Ощущение первобытности. Нет, тут даже не драйв. Тут просто крик души. Мишка-панда здесь живет. Мишка-панда. И медвежонок черненький. Я думаю, что руки-то болят, я же вчера так наползла. Ну что, поползли теперь к нашей избушке. Четвертый день нашей жизни в Тагея. Хорошо солнце встает. Утренний рассвет. Идем на рыбалку. Утренний рабочий день начался. Проверка жерлиц. В такой тропиночке, где веточки стоят, там поставлены жерлицы. Так, Анечка ходит утром. Хорошо сегодня, вообще тепло. Градусов 6. Ветер западный. Давление 768. Идет проверка. Рыбацкие будни. Не все так легко, как все кажется иногда. Проверяли жерлицу. Смотрим. Думаю, ну, наверное, живец маленький застрял. Смотрите, чей. Нос щуки. Нос щуки торчит. Я спутал нос щуки. Сы. Это. Да пышни ваш. Вон. Ладно, сейчас. Вот так вот она стоит. Хорошая щучка, я вам скажу. Такая трешечка. И она даже не шевелится. Стоит. Сейчас вот Анечка побежала. Ну, протыкали просто маленькой дырочкой. Она сюда не пролезет, нужна пешня. А пешня у нас, я ее воткнул вон там. Зачем я ее тащу, тяжесть такую. Все равно никого нет. Ну, тут бах. Анечка говорит, что-то застрял твой живец. Попробуй его протолкни. Но я его протолкнул. А тут вон крокодилица подышать пришла. Ну, небольшая крокодилица. Но сейчас мы узнаем вместе с вами. Вот Анечка принесла пешню. Сейчас она раздубает. Да, это уже в саду от объема. Да. Говорит, живец там. Ага, живец, толкай его туда. Говорит, толкай. Я говорю, нет, там что-то есть. Самое главное по леске не ударить. А то было бы. Ну что, живец, щука, да? Я говорю, блин, что-то там. Я тебе говорю, что там кто-то есть. Ну, держи. Да подожди сейчас. Может, крючком сразу? Да не надо ничего чистить, Аня. Она вылезет. На, держи. А то сейчас еще... Если она там едва взялась... Да, скорее всего, едва взялась. Так, я... Он же за устью. Ага, начинается. Начинается. Вот это. Вот это. Хорошая. Морда. Слушай, замор тут, скорее всего, тоже. Вот так, 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 так. Ну, так, слушай, она приличная, это я хочу сказать. Живец. Живец. Вот такой вот живец. Василий спутал живца с щучкой. Вон, смотри, как она взялась. Она, смотри, походу, зубы меняет. Видишь, зубов нету. А, точно, точно. Поэтому у нее нету настроения. Настроения нет. Да, он, видишь, вот эти вот выросли, вон. А вот эта часть, он только-только. Мягкий, мягкий, да. И вот, видишь, они еще все внутри. Это дня через три, через четыре пойдет. Она, наверное, вот эта на Волуния поменяла. Да, все они вон, они все в этой, в десенках. Поэтому щука не идет. А, я сейчас покажу на камеру, как я достаю это. Пошокирую дальше, как я достаю, блин, крючки. Потому что у меня нету никогда с собой никаких приспособ, кроме своих рук. Вот, поэтому мы, точнее, мы, я... Сейчас такие щипчики дать. Да нет, сейчас я ее тут заведу, как мне надо. Ну, начинается, начинается. Все, прибыли, да? Она очнулась. Она очнулась, да. Давай, открывай рот. Сейчас я тут достану. В другое место, видишь, она загнана. Анечка маникюром там помогает. Слушай, чтобы только не накололась-то. Да нет, не наколюсь я. Давай щипцы возьмем, да? Ну, давай, щипцы быстрее. Даю. Способы ваши, эти ваши приспособы, нифига, не умеем таскать. Вверх-вниз. Ага, вверх-вниз. Вот такая она, да, где-то, может быть, ей удобнее. Ну что, зверлюга? Как она? Давай зубы расти. Такая хорошенькая щучка. Мы еще тут три дня будем. Больше двух килограммчиков. Ну, вообще, никак, да? Отлично. Никак. Ну, вот я попросил водяного живца, он нам дал. Спасибо. Друзья, чуток я пробила. Здесь, видите, все вернуло, как было, на камеру. Рыба очень неактивная, даже может быть налим. Флажок, как всегда, нерабочий, но я подозреваю, тут что-то есть. Видите, вот леска обратно возвращает. Может быть, ну, это налимовская поклевка. Сейчас я пробью лунку. Посмотрим, ошиблась я или нет. Ночью ходили. Одного или двоих, одного, наверное, взяли, да? Одного мы взяли. Одного мы взяли. Значит, может быть, еще что-то. Так, ну что у нас. Давайте, смотрим. Смотрим. Как приятно. Ой, сейчас я не возможно. Так, ну, это щука. Похоже на щуку. Боже ты мой. Ух ты ж какой. И его, ребята, не получится отпустить. Сейчас посмотрим. Налим очень глубоко заглатывает. Покажи. Вот. Он очень глубоко заглатывает. Маленький такой. К сожалению, да. Карманный налимчик. То есть у него, вон, видите, где поликарбоновый. Посмотрим. Если что-то выпустил. Если нет, то, к сожалению. Ну что ты? Жадный ты такой. Боже мой. Покажи, какие они красивые. Многие говорят... Да, чтоб тебя. Многие говорят, что налим... Налим они любят. У нас очень вкусный налим. Вот. Вообще очень красивая рыба. Путают в самом. Ну вот, видите, у него очень маленький усик. Усама. Здесь внизу. Насколько я знаю, у него вообще, по-моему, два... Два сама. Ой, два. Чувствительные. А у Сома по бокам два усика. Да, и прям такие большие. А это вот маленький. Здесь они по бокам. Да. В общем, принципиально отличаются. И хвост другой. Да, это пресноводная треска. Еще есть какой-то змей голов. Я, в принципе, ни того, ни того не видела. Ну вот у нас такой налимчик вот маленький. Ну что ты? Смотри, глазки какие. Серенькие, еще не голубенькие. Прямо жалко. Друзья, жалко, конечно, такую рыбку маленькую отпускать. Не отпускать, а забирать домой. Сейчас мы посмотрим. Если вытащится легко, значит отпустим. Лес заснеженный. Очень много снега на хвое падает. Ночью такой страх. Вообще ужас. Оно как бабахнет. Вот эти вот комья. Подскакиваешь. И услышали вчера очень сильный прям такой треск, шум. Это он, оказывается, вот нашли мы. Вон, видите, ветка обломалась. Обломалась. Не выдержала веса. Мы вообще прямо чуть раскладушки не сломались. Мы вдвоем подскочили из просонья. Не поняли, что это такое. Лес, конечно, очень красивый такой зимний. Но тяжело деревьям. Очень тяжело. Ну да, мы вообще с ней какая крона. Вон там лежку. Красотень такая. Да, сказка. Так, ну у нас первый эмоцион питания. Анечка решила шейку гусика. У собаки зубов нет. Он возрастной очень. Поэтому сейчас подготовим чуть-чуть вкусняшку. Так, Ричик, кто там ходит? Чем мы занимаемся на рыбалке? То собачку кормим, то себя кормим, то спим, то отдыхаем, то по снегу ползаем. Ты давай смотри, куда бьешь. Конечно. А, Ричи. Ну, блин. Ну что? Кто гусика будет сушать? Кто там? Кто там нас защищает? Заслужил вкусняшку? Давай. Гусика буш? Кормление мопсика. Это не мясо, да. Это тебе погрязняно. Примеримся. Ну что? Может, вот этот маленький гусик? Куски он этой рыбы, что поел жевца. Вкусно-то как. Гусик, гусик, скажи. Давай, давай. Зверь. Настоящий зверь, да. Хищник. Что она это? Не хищник. Ну, вот так вот у нас мопсик и питается. Пятый день в тайге. Время идет быстро и незаметно. Еще один день, и наши сборы будут сборы домой. Сейчас собирается Анечка на рыбалку. Без меня. По окуня поедет. Сейчас выйдет. Коробчонка собирается. Лягушонка собирается. Мишка-панда. Я сейчас еду на наше окуневое озеро. Вот, еду я сама. А то, блин, тут никто не знает, как я езжу. А то все, наверное, сложилось впечатление, что я только бабикус-квадрикус. Нифига. Я еще вот, как мы назовем, драндулетчица. Снегошкощица. В общем, мне понадобится... Не трожь, я ее уже воткнул. Да, мне понадобится пешня, потому что промерзла. Я думаю, что сантиметра два-три, потому что мы тут пробили луночки с утра. Вот, а Матабур приказал долго жить. Вот, значит, пешня. Вот, возьму такую камеру, буду вам рассказывать, потом тут я проверила. Не так, как вчера я собралась. Нам, чтобы понадобиться, надо будет набрать пятачок воды. В озере. Да, в озере. Так как наша питьевая закончилась. Ну и вот, короче, тут удочки всякие. Вот. Много удочек. Самое главное, много варишек. Я планирую на пленничных поехать. Вот, ну все. Давай, одевайся. Ура! Мы готовы, мы готовы. Ну что, погибали? Ну давай, Лягушонка. Тебе побольше красивых окуней. Так-так. Завяжи. Дын-дын-дын-дын-дын-дын. Дын-дын-дын-дын-дын. Да. Ну все, пошла. Завяжись. Давай. А, ну ладно. Завяжись, завяжись. Все. Дын-дын-дын-дын-дын-дын. Я поехала. Поехала. Пойти вечером. Ну все. Умчала Лягушонка в Коробчонке на озеро. За кунями. Оставила меня на хозяйстве. Такую красоту поехала. Ну а мы сейчас поспим часок. Время раннее. 7.30 утра. Пятый день рыбалки. Поднялась очень сильная метель в юго. Снег большой. Ничего не видно. Все, что когда-то мы нахаживали, все эти пять дней, просто все перемело. Идешь наугад. Ну, несмотря на то, что мы свои жерлицы наугад узнаем. И вот подходим, смотрим, какая размоточка приятная. Даже в такую вьюгу. Вот, думаем. О, размотана. Или не размотана. Сейчас мы тут снежочек вышклили. Я их в обед прочищал. Ну, какое дело. Может есть, может нету. Сейчас. Сейчас. Наверное, нету. Опа, есть! Есть, 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 есть! Щука! Опа! Какая щука! Щука! Что это такое? Смотрите, какая она! Маленькая! А зубки-то уже восстанавливаются, значит, все. Похота пошла. Похота! Щука пошла! Ура! В метель. Оу! Отдай! Отдай! И перчатки сейчас порвет. Блин! Порвет перчатки. Отдай! Хулиганка какая! Вот, все. Активность у нее пошла. Ловим рыбачим. Продолжаем, несмотря ни на какую погоду. В очередной раз, говорит Васильич, твоя очередь. Ну я, давайте. Какие проблемы вечером, столько интересно. Вот, сейчас мы ее... Они с обеда еще не шибко сильно. Так. Ну что? Опа! Есть! Есть! Хорошее идет! И хорошенькое идет! Вот это да! Трещит леска! Кто, я не понял? Налим! Налим! Хвостом! Налимчик! Вот такой вот! Налим такой вот хвостом вылез! Ну что ж, одна щучка и один налим. Это уже прекрасно! Значит, клев пошел на такую мерзкую погоду. Рыба клеет! Кроме окуня! Да! О, яс! Всем доброй ночи! Добрый вечер! Возвращаясь с ночной прокатки по снегоходу по озеру, обнаружили, что у нас стоит флажочек, и я решил его проверить. И оп! И смотрю, что что-то такое идет! А что идет? Налим идет! Хвостиком решил посопротивляться! Какой он шустренький! Маленький! Но шустренький! Ой, чистим после снега лунки! После бурана, после вьюги! Тут поклевка на закрытый флажок! Пишню мы не взяли, не знаю, это налим, конечно, однозначно! Сейчас посмотрю, может быть, влезет в эту лунку! Идет хорошо! Тяжелый! Тяжелый! Небольшой, просто хвосток! Ага, вот такой вот! Какой чистый! Смотри, какой тигровый! Смотри, какая тигровая окраска! А что у него в рту? Что у него? Язык, наверное, должен быть! Фух! За язык, что ли? Ничего себе! А, это он пытался вырваться! И вот надулась вот эта! Смотри, какой он тигровый! Покажи ему тигровую окраску! Вах ты! Чистейший тигровый! Тигровый! Это голубоглазенький! Это голубоглазенький, красивый! Утро шестого дня! Утро шестого дня! Наше нахождение глубоко в тайге на Таёжном озере! Проснулись от прекрасного утра полного штиля покоя природы! Ночью был метель, ураган, позасыпало все дороги, одно лишь направление, с какими-то ямками, вот тук-тук-тук-тук-тук! Вот мы утром пробежались по-быстренькому, натоптали новый путник, вот прошлись туда, проехались сюда! Ночь была ужасная, но спалось крепко! Знаем, что наша палатка выдержит! Сейчас мы протопьем кофейку, улыбнемся в солнышку и вперед на озеро проверять, прочищать наши жерлицы! Сегодня завершающий наш день! Посмотрим, что у нас получится поснимать, куда мы съездим и к вечеру ближе мы будем планировать сбор нашего лагеря и отправляемся домой! Подошел я к завершающему нашему флажочку и смотрю, размоточка, дергается! Сейчас камеру поставим, проверяя нашу жерлицу, зачищая их от наледи и обнаружив, что поймал здесь что-то! Прямо смотрю, дергается, но не мотает, явно что это не щука, явно что-то налим! Разновидность трески, но, как говорится, дальше все, только снег! Давайте проверим! Конечно, он тут сидит, вот каких размеров никто не видел, никто не знает! Но то, что он хвостом лезет, это вот однозначно! Блин, а голова-то серьезная! Серьезная голова! Ух ты! Такой вот... Давай пасть! Такой вот серьезный размер налима! Утречком! Ух ты! Колесиком! Это трешка! Три килограмма! Такой красивый! На солнышке переливается налим! Красавчик! Вот! Такой вот красавец! У нас флажок! Бежим! Бежим, бежим, бежим! Не расслабляемся! Завершающий день, флажки начали схлапываться один за одним! То налим, то щука! То щука, то налим! И вот пока туда-мсю дым, смотрим опять флажок! Пошли, друзья, смотреть! Так, ну вот! Этот флажок я доверяю Анюте! А мы его ночью вообще вчера пропустили! Мы его тот и его тот пропустили! Такая петель была! Ничего не заметили! Давай, ветер сильный! Я не знаю, задувает камеру или нет! Пробивай его! Размотка полная! Да, ну это полная! Ну что? Погнали! Да ты что? Ба-ба-ба-ба-ба-ба! Залет! Что? Ушла, что ли? Ага! Залет засыпилась! Она вообще вот тут вот висела! Та-да-да! Ха-ха-ха! Да ничего! Некоторые спрашивают, а зачем вам такая волокуша? Ну, примерно, показывают для чего! Что нам нужно в нее погрузить? Значит, мы берем треногу, шнек, сумка с жарлицами, топор, бензин, удочки, вещи сухие там, вода, бензопила, дволт, бензин, мешок, пешня, лопата, спальники, пустой баллон, обратно везем пустой мешок с мусором, здесь будет большая палатка берег, здесь будет печка берег, здесь две раскладушки, и здесь теплый пол, ну, еще так по мелочам, что осталось в палатке. Вот это все нужно погрузить в эту пешню, ой, в эту волокушу, на снегоход и увезти домой. Ну, теперь мы ее прицепили и упаковали ее полностью грузом, то есть вот теперь наша волокуша, 2,30 на 90, повезет и такой груз, то есть все, что с нами поехало, на отдых и рыбалку. Вот как-то так. Думаю, что волокуша достойна и в практике она себя покажет. Конечно, это первый ее выезд и первые 80 километров. Всем, кто смотрел, большое спасибо. Надеюсь, вам понравится и вы когда-нибудь закажете себе подобного плана. Вот такая вот у нас видимость дороги. Мы возвращаемся домой. Вот после буйранов, переметов, вот все, что осталось. Боже, проехался 10 километров аж. Руки дрожат, ноги немножко поддрагивают. Стоя еду. Но нормально все, все классно. Возвращаемся. Еще километров 30-40 и будем на месте возле машины. Пока. Все. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok